В марте же в регион поступили полторы тысячи терминалов для оплаты проезда льготников. Для этого они должны были оформить банковскую карту МИР со статусом транспортной карты. Терминалы бесплатно передали перевозчикам и до 5 апреля им нужно было освоить оборудование. Получилось ли? Апрель, что скажешь? Оп, поймала. Всем здравствуйте и с наступающим. Ну что я скажу, новые терминалы ввели, как и новую оплату льготного проезда. Карту МИР. Правда, как это бывает с нововведениями, случаются неполадки. Так до конца не получилось примириться у МИРовской и социальных карт. Точнее, не решился вопрос с переводом денег. Мы получили сотни жалоб и обращений от запутавшихся пенсионеров. Да и новые терминалы, как оказалось, срабатывают на любую банковскую карту. Я знаю, вам всем уже хочется как можно больше зелени и растопить под надоевший снег. Все-таки весна. И чтобы наш апрельский костерок не погас, в него следует подкинуть как можно больше дровишек событий. А апрель был богат на жаркие новинки. Например, в четырех ивановских школах появился новый организатор питания. А именно, федеральная компания Кейтеринг Сервис. Начали с 67-го лицея. Стратегия московской компании довольно проста. Более эстетичная подача блюд, привычное и здоровое питание из продуктов, полученных на местных хозяйствах. Обновилось не только кухонное оборудование, но и знания работников столовых. Они прошли мастер-класс от московского технолога. По итогу – сытые дети и довольные родители. Поменялась посуда как на детских столах, так и непосредственно на кухне. Поменялась посуда. Очень, как сказать, еда выглядит так аппетитно, что самим захотелось попробовать. И мы попробовали то, что дали сегодня детям на завтрак. Каша вкусная, подана горячей. Вообще-то апрель должен начинаться днем смеха. Знаменовался множеством перемен для ивановцев. Например, в медицинской сфере. Сменился главный врач станции скорой помощи в Иванове. Им стала Светлана Москвина. Если она только начала важное дело, то губернатор Ивановской области, напротив, завершил. Но не свою работу, а полный курс вакцинации. Станислав Воскресенский личным примером решил успокоить возмущенную часть ивановцев. Продемонстрировать свое доверие отечественной вакцине. По словам губернатора, побочных эффектов не было. Разве что аппетит усилился. Но что это я все серьезно? Вот и первоапрельские розыгрыши. С набережной Иванова украли гармонь. Но проказники вора оказались благородными. Инструмент забрали на обновление. Еще и оставили записку о новой прописке. ДК железнодорожников. Улучшить решили и часть комплекса героям фронта и тыла. Чугунная звезда весом в 500 килограмм загорелась на прежнем месте. Без обновления она была 11 лет. Сняли старое покрытие и доставили новое из Москвы. Огнеупорную шпаклевку и термостойкую краску для металла. Под конец апреля стало не до шуток. Начался суд над лжесвидетелем по делу Михаила Ефремова. Напомню, в августе 2020 года Ивановец Александр Кобец был в Москве. И оказался рядом со смертельной аварией, которую устроил Михаил Ефремов. Александр заявил, что одним из первых подбежал к разбитой машине и заметил, что за ее рулем не Михаил Ефремов. Но все показания Александра прогорели. И суд признал его виновным. Приговорил к исправительным работам. Сгорели не только лживые показания, но и огромные территории. Снег растаял и пришел опасный сухостой. На тушение сухой травы пожарные области выезжали более 200 раз. Пламя быстро перекидывалось с полей на различные постройки и жилые дома. Например, в Иванове огонь чуть не зацепил торговый центр «Текстильмакс». В Тейкове и Тейковском районе огонь повредил несколько жилых домов. Сухостой вспыхнул вдоль трассы между Вичугой и Кинишмой. Так что, друзья, с кострами надо быть поаккуратнее и обязательно их тушить за собой. Иначе матушка природа в отмеску может нас здорово наказать за это разными катаклизмами.